Псалом Благословен наш Господь! Благословенно имя Его Святое! Сегодня Господь по Своей милости уже очень многое говорил к нашим сердцам. И тот псалом, который мы только что пропели, что на небесной перекличке буду я. Может быть кто-то из старших-то, наверное, знает, что такое перекличка, а может быть кто-то из детей даже не знает, что такое перекличка. Знаете, да? Перекличка – это когда называют твое имя, и ты отвечаешь – я, я здесь. И вот этот псалом, именно смысл этого псалма, что мы все хотим, чтобы наше имя было произнесено на небесной перекличке. И я думаю, что не только наше личное имя, но мы заинтересованы и в том, чтобы имена наших самых близких, родных тоже были названы на этой перекличке. Также каждый из нас хочет, чтобы имена всех наших братьев и сестер были озвучены на этой небесной перекличке. И сам Господь, Он нас ставит в некую зависимость друг от друга. Сегодня очень много говорилось о том, что мы должны даже нести какое-то ходатайственное служение друг за друга перед Господом, чтобы каждый человек, проходя свой жизненный путь, мог преодолеть все те трудности, которые ему встречаются. Сегодня говорилось о том, что искушение, как правило, поджидает или ожидает нас в области нашей самой большой нужды. И это действительно так. Когда мы смотрим по жизни, там, где у нас самая большая нужда, там нас враг подстерегает. Там он хочет нас уклонить от пути Господня. Он знает абсолютно точно, где самые большие наши слабости. У каждого человека они могут быть разные. У одного слабость в одном направлении, у другого слабость в другом направлении. Но Бог ставит нас в такую зависимость друг перед другом, чтобы мы заботились друг о друге, чтобы мы поддерживали друг друга, чтобы мы помогали друг другу в этой борьбе. Вот точно так, как апостол Павел называет церковь Иисуса Христа, называет ее живым организмом. И точно так, как в нашем теле, в нашем организме, каждый член тела заботится в равной мере о другом. И каждый понимает, что есть слабые органы тела, которые не могут сами за себя постоять, позаботиться, но они очень важны. И другой член тела, он это понимает. И он подставляет себя. Каждому из нас приходилось ходить, может быть, где-то по лесу, в кустарниках. Что мы делаем обычно? Каждый из нас подставляет прежде всего руку, потому что никогда ни дерево, ни сучок не может повредить так руке, как, например, глазу. И мы защищаем свой глаз. И это естественно, это нормально. Так происходит в каждом из нас. Один член заботится за другого члена этого же тела. Друзья, точно так должно быть и в Церкви Христовой. И мы несем определенную ответственность друг за друга. Я хочу прочитать три местописания. Это первое местописание. Это будет из пятой главы послания Якова, 19-20 стих. Здесь написано так. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его, спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Конечно, к этим двум стихам можно бы поставить очень много вопросов. Чьи грехи будут покрыты? Какие беззакония простятся? Но факт то, что здесь поощряется человек, который старается, видя брата своего, уклонившегося от истины, старается что-то сделать для того, чтобы он обратился. То есть проявляет определенную заботу. Не просто беспечно к этому относится и говорит, это не мои проблемы, это его проблемы, пусть разбирается сам. Этот человек, он старается помочь этому человеку вновь обратиться. Вот если представить себе физически, идет дорога, идет путь. Этот путь ведет к назначенной цели. И кто-то по какой-то причине уклонился с этого пути, а другой продолжает идти дальше этим путем. У него два варианта. Ну, свернул, твоя проблема, иди. Махнул рукой, а я пошел себе дальше. Но этот путь, он никогда не приведет к назначенной цели, если он не вернется на этот путь. И поэтому здесь сказано, что если кто обратит его, то как раз сказано, что обративший грешника от ложного пути спасет душу от смерти. Знаете, когда это произойдет? Только тогда, если ему эта душа дорога. Если ему эта душа недорога, он позаботится о себе и скажет, да, это твои проблемы, делай как хочешь. И пойдет себе дальше. Но если мы хотим услышать на небесной перекличке не только свое имя, но имена наших близких, имена наших родных, имена тех, с которыми мы вместе здесь сидим и служим нашему Господу, то мы должны что-то делать для того, чтобы спасти душу от смерти. Сегодня очень хорошо было сказано, мы должны вступать в ходатайственное молитвенное служение за эти определенные души. Понимая то, что когда здесь на земле совершаются молитвы, то на небе принимается определенное решение, которое может изменить обстоятельства жизни. И поэтому очень важно, чтобы эта помощь была оказана своевременно, эта помощь была оказана правильным путем, и чтобы все-таки душа была спасена от смерти, от вечной погибели. Мы должны понимать, сегодня очень ясно было обозначено, что каждый из нас где-то спотыкается, где-то уклоняется, где-то согрешает. Эти определенные искушения каждый испытывает в своей жизни, в области своей личной нужды. Но когда человек старается помочь другому, как апостол Павел пишет Тимофею, что что должно делать? Цель увещевания есть любовь от чистого сердца и нелицемерной веры. Когда человек видит, что брат или сестра уклонились, он старается, чтобы помочь ему, чтобы он возвратился. И это очень поощряется Словом Божьим, это очень поощряется Господом. Потому что сам Господь, это его характер. Когда люди уклоняются, он всеми силами старается их возвратить на правильный путь. Он ради этого послал своего единородного сына, Иисуса Христа, чтобы возвратить человечество на путь спасения. И поэтому он очень дорожит теми душами, которые также по характеру Иисуса Христа действуют и заботятся о других так, как о своей душе. В этом и заключается смысл слов второй заповеди. Возлюби ближнего как? Как самого себя. Ты хочешь туда попасть? И он хочет. Но сегодня он споткнулся, а завтра ты споткнулся. И когда вот эти взаимно скрепляющие связи действуют, и каждый старается другому помочь, каждый душою болеет за ближнего, друзья мои, вот это есть то, что угодно нашему Господу. Второе место, которое я хочу прочитать, это из послания апостола Павла Галатом, 6 главы, первые два стиха. Здесь апостол Павел говорит такие слова. Галатом, 6 глава, первые два стиха. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенными». И второй стих. «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Это закон Христов. Иисус Христос заинтересован в том, чтобы мы носили бремена друг друга. Он заинтересован в том, чтобы мы, идя в направлении Царства Небесного, помогали друг другу, поддерживали друг друга. И что он здесь говорит? «Если впадет человек, в какое согрешение?» Знаете, как принято? Ну, это же не мои проблемы, он же впал в грех. Пусть сам и выпутывается. Друзья мои, а правильно ли это? Если мы плотские христиане, то может быть даже и правильно. Но Павел пишет, «Вы духовные». Если мы считаем себя духовными христианами, то мы просто так мыслить и действовать не можем, не имеем права. Апостол Павел говорит, «Вы духовные, исправляйте такого в духе кротости». Кто является духовным человеком, друзья? Тот, кто крещен духом святым? Как? Кто живет по духу. Правильно. А может ли быть человек, крещенный духом святым, плотским христианином? Может. И очень часто. И даже в Библии оставлены такие примеры. Церковь коринфянская, где не было недостатка ни в каком даровании, где действовал дух святой, где люди были крещены духом святым, а Павел им говорит, «Если у вас есть ссоры, споры, разномышления, разногласия, зависть, то не плотские ли вы и не по человеческим ли обычаям поступаете?» То есть человек, который даже крещен духом святым, который уже в завете с Господом, но он еще находится в начальной стадии своего духовного совершенствования. Он еще христианин, но еще плотской. Это не говорит о том, друзья, что теперь к нему нужно относиться как к плотскому человеку. Если бы десятиклассник сегодня сказал, «А кто этот первоклассник? за что я должен вообще на него внимание обращать?» А скажите, кто кому может помочь больше? Первоклассник десятикласснику или десятиклассник первокласснику? Конечно, десятиклассник, он прошел эту программу, он это выучил, и он может помочь для него решить задачу или программу первого или второго класса вообще не представляет никакой проблемы. Но он не должен это делать с каким-то превозношением, он должен это с кротостью делать, вспоминая, что ведь я тоже был первоклассником, и когда-то кто-то мне тоже помог, кто-то меня поддержал, кто-то меня научил, и теперь я нахожусь в той стадии, где Господь хочет, чтобы и я кому-то помог, чтобы и я кому-то что-то сделал, чтобы он освоил этот материал. Каждый человек, если он даже уже духовный, это не говорит о том, что он уже совершенный, он проходит программу духовного человека, где запросы и стандарты Божьи уже гораздо выше, чем стандарты плотского человека. Но плотской человек никогда не станет духовным, если он не пройдет весь этот путь искушений, испытаний, путь духовной борьбы и не определиться, хочет ли он продолжать эту борьбу и хочет ли он вообще одержать победу, потому что только побеждающий наследует все, а победить может только тот, кто борется. И поэтому мы призваны бороться и поддерживать друг друга для того, чтобы каждый мог эту борьбу преодолевший устоять в этой борьбе. Сегодня он упал. Что такое, друзья, согрешение? Вот сегодня очень такое удачное выражение было сказано. Мы все находимся на поле битвы. Мы все сегодня являемся воинами Иисуса Христа. Мы ведем духовную брань. И эта духовная брань не против плоти и крови, не против наших братьев и сестер, а эта брань против духов злобы поднебесной, которая обрушивается на нас, чтобы искусить нас, чтобы вести нас в заблуждение, чтобы уклонить нас от истины и чтобы втянуть нас в какое-либо согрешение. И вот кто-то впал в согрешение. Как мы рассматриваем этого человека, этого брата или сестру? или как меня кто-то рассматривает, друзья мои? Человек на поле боя получил ранение, духовное ранение. Он пропустил удар, он пропустил стрелу дьявола, которая его поразила. И теперь есть два варианта. Да мне самому надо вести борьбу, чтобы меня сейчас не поразило. Ты пока полежи там или немая проблема, что с тобой произойдет. Это раненый человек. Но этот раненый человек, друзья мои, он еще не мертвый, он еще живой, он просто раненый. И просто такое, знаете, халатное, беспечное отношение к нему. Ему может быть просто жгутом нужно перетянуть, чтобы он не стек кровью. Или оказать малейшие какие-то услуги для того, чтобы его жизнь сохранилась. А можно и просто пройти беспечно, как это сделал левит, как это сделал священник. Они просто посмотрели, да, бедолага, но прошли мимо. И самарянин, который тоже мог бы даже не слезть с осла посмотреть, кто там, юдей, евреи, так ими надо. Юдей с самарянами вообще не сообщаются. Друзья, он остановился, он слез с осла и оказал ему необходимую помощь. Он сделал все, в чем он нуждался. Он омыл ему раны, возливая елей и вино. Он посадил его на своего осла, сам пошел пешком, и отвез его в гостиницу и заплатил за него и сказал, если ты что больше затратишь, я возвращусь и я тебе это отдам. Друзья мои, и что сказал Христос? Иди и ты поступай так же. Вот так Христос хотел, сам Иисус так поступил, друзья, с каждым из нас. Он не оставил нас лежащими истекающими кровью. Он на каждого из нас обратил свое внимание. Он полюбил нас. И Он сделал все для нашего спасения. Вот точно так. И каждый из нас должен что-то сделать в жизни для спасения своего ближнего. Это закон Христов, чтобы мы носили бремена друг друга. Это угодно нашему Господу. Это Он одобряет. И Он говорит, чтобы мы в этом упражнялись. Третье место, которое я хочу прочитать, оно записано в первом послании Евангелия Иоанна. Оно сегодня даже вскользь напоминалось. У меня вообще была другая тема сегодня. Я хотел говорить о всеоружии Божьем, но когда утром сегодня Господь просто повел в одном русле повел вот именно служение так на эту тему, и сегодня тоже напоминалось это место, я его прочитаю, Господь просто положил мне на сердце говорить об этом, потому что это насущная нужда, которая нам будет очень необходима, и она просто предшествует теме вооружения, духовного вооружения, в которой мы все с вами должны облечься, и здесь сказано так, если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти, есть грех смерти, не о том говорю, чтобы он молился, всякая неправда, а в другом более точном переводе написано, всякая неправедность, есть грех, но есть грех не к смерти, это одно из, можно сказать, тяжелейших мест священного писания, в котором расходятся даже многие теологи или богословы, в отличие от динаминации, к которым они относятся, это место толкуют очень по-разному, это место объясняют очень по-разному, потому что здесь есть такое выражение, что есть грех к смерти, о нем нам нужно молиться, и есть грех не к смерти, о чем молиться просто бесполезно, и он говорит, не о том говорить, чтобы запутался, да, есть грех не к смерти, о котором здесь Иоанн говорит, молитесь о нем, а есть грех к смерти, теперь правильно, о котором бесполезно молиться, и вот встает вопрос, а какой же грех является к смерти, а какой грех не к смерти, за какой грех можно молиться, А за какой грех нельзя молиться? Будет просто бесполезно. Потому что за этот грех, он так и так к смерти, и за него молиться нельзя. Я думаю, нам будет очень трудно понять этот вопрос, если мы не рассмотрим весь контекст первого послания Иоанна. Все пять глав. Здесь апостол Иоанн очень много говорит о грехе. Он даже говорит такое, если кто-то говорит, что он не согрешает, то что? Он уже согрешил. Он вообще представляет Бога лживым. То есть таких людей, которые бы не согрешали, практически нету. Все согрешили и лишены славы Божьей. В другой главе, во второй, он говорит, он просит и умоляет, он говорит, дети, я вам пишу, чтобы вы не согрешали. А если бы кто из вас согрешил? Он говорит, мы имеем ходатая Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за наши грехи, и не только за наши, но за грехи всего мира. А это какие грехи? К смерти или не к смерти? Какие это грехи? Это грехи не к смерти, за которые мы должны молиться. Где мы можем помочь человеку освободиться от греха, завтра мне, послезавтра кому-то другому. Мы должны молиться и всегда указывать, что есть ходатай, есть жертва, через которую мы можем получить прощение и освобождение от греха. А какой же грех тогда является смертным, за который апостол Иоанн говорит, не за тот, чтобы ты молился. Что это за грех к смерти? Есть ли такой грех, который не может омыть кровь Иисуса Христа? Или мы определяем уровень греховности и квалифицируем грехи? Один маленький грех, ну, его можно простить. Есть большой грех, который нельзя простить. Рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. И возмездие за какой грех? За всякий грех смерть. Возмездие, ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная. Друзья мои, так какой же грех к смерти? Аминь. Все грехи до одного к смерти. Ибо сделанный грех рождает смерть. Любой, даже самый маленький, который мы. Что ты хотел? А? Сейчас коснемся и этого. Ихулана Духа Святого. Вы думаете, апостол Павел, когда он гнал церковь, которая жила в действии Святого Духа, вы думаете, он не хулил все это? Он это просто уничтожал. Но хулана Духа Святого – это определенный уровень неверия. И никто не может похулить. Посмотрите, люди мира сего. Сколько они хулят и Бога, и Духа Святого. Им что, нет прощения? Есть прощение. Духа Святого может похулить только тот, кто знает, что это такое. Только он может произнести настоящий хулан Духа Святого. Эти места в Писании тоже есть. И поэтому, что сказал Иисус Христос? Всякий грех и всякая хула простятся человеку. Но хулана Духа Святого не простятся ни в всем веке, ни в будущем. Это есть смертный грех. Когда уже человек и покаяться не может, и за этот грех уже нету покаяния, на этот грех уже просто жертвы нету. Вот я прочитаю одно место Писания, которое здесь Иоанн в пятой главе говорит выше, чтобы нам в контексте понять мысль апостола Иоанна. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Такой человек, который имеет Сына Божия, он имеет право на жизнь. Это 12 сих. Вот здесь определяется, или мы имеем Сына Божия и пребываем в жизни, имеем жизнь, или мы, не имея Сына Божия, пребываем в смерти. Вот этим определяется смертный грех. Только тот, кто находится в смерти, этому греху нету покаяния. Потому что он не признает, самое большое, он не признает то, через что грех прощается. Нету другой возможности получить прощение, как через жертву Иисуса Христа. А человек в это не верит. Человек это отвергает. Человек не почитает за святыню кровь завета и духа благодати оскорбляет. Он освящен был этой кровью. Это не касается мирских людей, которые там хулят, не зная чего. Это касается тех, кто уже был в познании Бога, вкусил глаголов будущего века и сил будущего века. Который стал причастником Духа Святого. И если он отпал и добровольно грешит, не почитает больше за святыню кровь завета и духа благодати оскорбляет. То есть отказывается сам от своего шанса. Ему есть еще прощение. Кровь Иисуса Христа сильна его омыть. Но через одно только, через признание Иисуса Христа своим спасителем. А он это не признает. Он это отвергает и ругается. А другого шанса нет. Вот это и есть грех к смерти. О нем уже бесполезно молиться. Потому что уже все шансы, уже сам человек себя лишил этих возможностей, этих шансов. Это человек, не плоской человек, который не познал Бога. Это тот, который познал Бога и не прославил его как Бога. Это относится именно к этому классу людей. Вот давайте такое сравнение возьмем. Человек, кто выше, кто находится на первом этаже или кто находится на десятом этаже? Конечно, тот, кто на десятом этаже находится, он гораздо выше. Точно так и в духовном отношении. Кто познал больше милости Божьей, кто возрос уже в определенный образ, тот находится выше. А теперь скажите мне, откуда опаснее падать? С первого этажа или с десятого? С десятого гораздо опаснее. Если ты упадешь с первого этажа, то, возможно, ты получишь ранение, поломаешь или руку, или ногу. Возможно, и смертельный исход будет. Но мало вероятности, больше вероятности, что ты получишь какое-то ранение. Что ты просто повредишь что-то. И мало вероятно, что тот, кто упал с десятого этажа, что он останется живым. Потому что это смертельно опасно. И точно так, друзья мои, есть грехи, за которые нам нельзя молиться. Вот были случаи такие, где Бог говорит к Еремии, который назван братолюбец Еремия, который всей душой болел за народ, и Бог ему говорит, не молись больше за этот народ. Бог ему говорит, потому что там уже милости не было. Когда-то Бог помазал царя Саула через пророка Самуила. Но наступило время, когда Саул, который получил определенное помазание Божие, который был запечатлен Духом Святым, который получил новое начало, и, видя много милости Божией, просто стал их пренебрегать через непослушание. И как ты, говорит Самуил, ему говорит, как ты отверг совет Божий, так Бог отверг тебя. Он избрал себе другого царя. Он говорит, не печалься больше о нем, не молись больше за него. Есть черта долготерпения Божия, когда человек ее переступает, друзья мои. Но беда в том, что мы иногда на основании этого места Писания делаем какие-то наши человеческие неправильные выводы и квалифицируем грехи таким же образом и говорим, Но если соврал, ничего, проститься человеку, это грехник смерти. Если впал в блуд, в разных церквях понимает по-разному. Некоторые понимают, отлучить до пришествия ему прощения больше нет, а там Христос с ним разберется. Друзья мои, мы квалифицируем, а не нарушаем ли мы воли Божией тогда, когда есть человеку еще шанс. И может быть, ему нужно просто помочь, чтобы это ранение залечилось и чтобы он опять встал в ряды солдатов или воинов Божьих. Мы просто не обращаем на него внимания или, может быть, еще игнорируем, или еще чего хуже, что-то делаем, вместо того, чтобы поддержать его в это время, когда он так нуждается, ну так тебе и надо. Понимаете? Мы можем поднять его, поднять его веру. А как можно поднять его веру? Именно единственное, в чем он может опять возвратиться к жизни, это то, чтобы принять Иисуса Христа. Когда мы говорим ему, для тебя уже больше жертвы нету, потому что ты добровольно согрешил, и еще делаем такой вывод, а был ли человек крещеный Духом Святым или не был крещеный Духом Святым? Правильно ли это? Может, он был крещеный Духом Святым, но он был просто плотским христианином, который еще не имел опыта духовной борьбы, и ты его просто не поддержал, не научил, не наставил, как противостоять действиям дьявола, всем его искушениям, который восстает на нашу душу, чтобы нас погубить. И мы не дали возможности, то есть не помогли ему. Друзья мои, мне бы очень хотелось, чтобы каждый из нас заботился не только о себе, о своей душе, чтобы мне там быть на перекличке, чтобы каждый знал, чтобы Бог нам дал такую любовь и взаимное понимание друг к другу, чтобы мы заботились друг о друге, чтобы мы действительно старались исполнить закон Христов. Я понимаю, что время кончается, есть еще мысли, но пусть сам Господь укрепит вас и благословит, и Духом Святым объяснит нам это, что мы действительно нуждаемся друг в друге, чтобы мы раненых не добивали, а старались им помочь подняться. И тогда Божье благословение будет сопутствовать и им. Ты душу от смерти спасешь, ты принесешь сноп для Господа, как сегодня тоже напоминалось. Это тоже сноп, который ожидает Господь. Это душа, за которую умер Христос. Заблагословит нас Господь, друзья мои, освоить это и поможет нам облечься во всеоружие Божие и противостоять всем козням дьявольским, чтобы все преодолевшие устоять.